...объединений и отделений в 71 субъекте Российской Федерации, я имею в виду зарегистрированную юридическую государственную регистрацию в 169 субъекте, которое насчитывает более 40 тысяч человек в возрасте от 18 и старше. Так записано в уставе наших ветеранов, послужил в ВДВ, в войсках специального назначения для морской пехоти, а это все десантники, два года или год уже ветераны можем быть членом нашего Союза. Так что, если говорить о законе ветеранов, то многие из наших ветеранов совсем не подходят, 20 лет их никто не был уже, а тем не менее мы считаем их ветеранами. Так как Совет Десантник от России своим уставом, 10 лет назад мы записали это, в политические партии не вступает. Однако своих членов, вне зависимости от этих партийных предприятий, он поддерживает и будет поддерживать по всему вот этой конфигурации, когда мы поддержим наших членов, если они будут выступать на платформе партии ветеранов, мы готовы ее рассматривать в каждом конкретном случае. Это первое. Второй момент. Политическая партия ветеранов должна, ну, не будем говорить должна, я не собираюсь вступать в роль наставника или учителя, не имею на это никакого морального права, но она будет иметь успех, если на идеологическом уровне будет иметь нормальную, государственную, национально ориентированную позицию, записанную в программах и уставах. Но дело в том, что такая позиция записана у всех. Но как она реализуется на практике, я имею в виду у всех партий. Но как она реализуется на практике, это можно рассмотреть, увидеть, понять и показать, что немаловажно, именно на том низовом муниципальном местном уровне, где, в общем-то, и живет избиратель, на которого рассчитывает политическая партия. Для этого, собственно, там тоже многое, многое, многое решается, и все наши, скажем так, местные дела приписывают себе одна влиятельная политическая сила. Строится дорога, или строится мост, или задымила труба, в новой фабрике это все делала партия. Но не наша. Не партия ветеранов. Мы знаем, о чем говорим. Хотя, к сожалению, всегда это не так. Это делает государство, это делаем мы, это делает народ, это делаем мы все, в том числе ветеранов. Есть отдельные живые моменты, которые государством поддерживаются, которые декларируются государством. Но реально, реально дел таких, скажем так, до исполнения на местном уровне не доходит. Я, нельзя иметь необъятное, поэтому я не буду рассказывать о всех вещах, где можно, как говорится, засветиться, сделать полезное дело, полезное для государства, и показать свою работу. Показать свою работу не начальника, а показать свою работу жителям этого села, города Райкута. Это у нас существует. Мы этим занимаемся, поэтому я этой темой болею, я могу ее рассказать. Если мы найдем здесь общий язык с партией ветеранов, с удовольствием будем работать на этом попричи, только поддерживая друг друга. Часто. Это военно-патриотическое воспитание, и в его составе есть военно-патриотическое воспитание. Вот этот объект, это один из знаковых объектов патриотического воспитания, в том числе военно-патриотическое воспитание. Но он не адрес, но он рассчитан на всю страну, рассчитан на аудиторию. Есть военно-патриотические клубы, военно-спортивные клубы, военно-технические клубы. Где, в отличие от... Это маленькие по 15, 20, 30, по 70, по 200 человек организации. Организации молодежи. Молодежная организация, которая занимается конкретным делом, учится делать модели, учится стрелять, учится маскироваться, бегать быстро рукопашным боем. Она занимается конкретным делом на фоне патриотического воспитания, на фоне изучения нашей военной истории, гордясь этой военной историей. Кстати, здесь я хочу сказать, что учебника военной истории в России нет. В России за 20 лет ее существования для вот этих военно-патриотических клубов, которых в стране тысячи. Я еще раз повторяю, их тысячи. И они... Мы декларируем только, что вот у нас патриотическое станет. А эти клубы, они забыты. Они... Нет. Они держатся, не забыты. Это я переборщил. Они держатся, в основном, на энтузиазме их организаторов. А организаторами являются как раз ветераны. Ветераны спорта, ветераны авиации, ветераны флота, ветераны ВДВ, ветераны... Это клубы десантного профиля, юные десантники, юные моряки, юные летчики, юные космонавты и так далее. Их поддержкой следует заниматься. Это живые дети, это живые родители, это живая организация. И это можно на муниципальном уровне показать по телевизору, написать в газете. Они выступят перед... На всяких праздниках и так далее. Дело в том, что иногда это показывают. Но, как правило, в области или в городе большом есть такой один, который, которому муниципалитет, все свои средства, которые ему на это дело выделяются, он в один круг закачает, и он его показывает везде. Массового, массового движения это не имеет ни в одном регионе, ни в одном объекте Российской Федерации. Хотя, хотя и в одного уровня антизиастов, таких клубов масса. Я вот знаю только десантного профиля, мы начитали до 500. Мы организовали союз десантных клубов, таких молодежных. Там сейчас 136 таких клубов, порядка 10 тысяч человек. Но на федеральном уровне нет ни единого центра, которому было поручено. Это дело я имею в виду хотя бы в плане методическом. Писать какие-то точники, учебники, программы, методические пособия и так далее. Этого нет, это все, как придумал у себя на уровне вот этот энтузиаст, ветеран, десантник. Написал сам себе, утвердил принципиалитеты, он этим занимается, а то и не утвержденно. Они в самой разной форме. Это та область, где можно приложить, и где можно партии приложить свои усилия, и свои, и, скажем так, поднять свои авторитеты. Именно там. Второй момент. Есть в России семьи погибших. К сожалению, Россия страна воюющая. Воюющая практически бесперерывно. В 1978-го года. В момент ввода войск в Афганистан. После этого была масса локальных конфликтов. В период полураспада Советского Союза, где тоже гибли люди. Начиная в Ошу-Усгенферга, на Баку и везде, везде, везде. Потом без сеченских компаний. В Армистровье, Югославии, на Кавказе и так далее. К сожалению, люди, потерявшие ребенка, мать, потерявшая ребенка, отец, потерявший сына, а где-то ребенок, потерявший отца, вот эта категория, в отличие от нас, ветеранов, нас помнит. Есть знакомы о ветеранах, есть что-то еще. Но им один раз в жизни, в момент гибели сына, дали пособие мизерное, и за них забыли. Они нигде не числятся, ни в муниципалитете, ни в субъекте, нигде вообще, нигде их нет, они забыты и все. А это сейчас пожилые люди, которые нуждаются. Нуждаются в помощи, причем в помощи самой элементарной. Крыша течет у бабушки в селе, и никто ей не починит. Ей в то время было 40, сейчас ей уже 70. Она мама, она сейчас уже бабушка. У нее, может быть, и у нее внуки есть. Это хорошо, а иногда и нет, не осталось. Вот, на сегодня у нас один человек в Союзе, Лушников Владимир Иванович, занимается поиском таких семей и оказанием их помощи. На сегодня у него 4-30 человек в списке, но он собирает только семьи десантников, спецназовцев и морских пехотинцев, погибших. От Владивостока, вернее уже от Сахалина и до Калининграда. И объезжает их, ну, собирая деньги у спонсоров, кто может помочь, две тысячи, три тысячи пять, где-то за где-то, это мы уже пишем письма муниципальному главе города или поселка, или села, что есть у него такая семья. Помоги, пожалуйста. И ведь оказывают на месте помощь, потому что люди внимают, но нет системы в этом. Вот я тоже предлагаю ветеранам здесь приложить руку, в партии ветеранов. Это тоже тот фактор, который может привлечь к нам людей. Спасибо за... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.